Вот, итак, давайте начнем наш с вами разговор сегодня. Прежде всего, давайте, да, я немножко расскажу организационную часть. Во-первых, то, что сегодня уже Оксана сказала, для первых уже подключившихся, и для тех, кто еще не слышал, у нас схема будет примерно такая. Примерно, я рассчитываю примерно на час, вот то, что я вам сейчас, вам сегодня расскажу. В процессе моего рассказа наверняка у вас будут возникать какие-то вопросы, но так практика моя показывает, что очень часто вопросы чаще всего задают одни и те же, поэтому на многие из них я, скорее всего, отвечу в ходе рассказа. Но для того, чтобы этот свой вопрос не забыть, вы его, пожалуйста, записывайте прямо в чат. Вот как он у вас возникает в процессе моего рассказа, так прямо вы пишите в чат, а дальше в конце презентации я просто пройдусь по вопросам из чата, прочитаю их, отвечу на те, которые еще не были отвечены. Меня зовут Роман Хмельевский, я работаю в компании Nutanix. Мы сейчас рассказываем о платформе Nutanix, работающей на платформе Lenovo. Это наша такая коллаборация, наше такое сотрудничество с Lenovo, которые являются нашим IEM-партнером, то есть, используя наш продукт, продукт Nutanix, выпускает свой продукт, который называется Think Agile Chicks. Но, по сути, вы должны понимать, что Think Agile Chicks – это просто сервер Lenovo с софтом Nutanix, покупаемый через канал Lenovo. У нас есть и другие каналы, о них мы совсем почти не будем сегодня говорить, потому что мы здесь сегодня на платформе Lenovo. Но вы должны понимать, что у нас, значит, Nutanix и Lenovo в данном случае – это как бы два таких, два компонента одного решения под названием Think Agile Chicks. Поэтому, когда я буду говорить Nutanix, на самом деле, помните, что это на самом деле Think Agile Chicks. Итак, начнем у нас на самом деле… Вот, да, простите, я тут немножко… задержка включается, включается экран. Начнем мы слегка издалека. Я бы хотел, на самом деле, начать с того, что… рассказать, собственно говоря, откуда идея гиперконвергенции вообще появилась и почему это важно именно сейчас, и почему, на мой взгляд, это такой важный продукт и важный шаг в развитии IT-инфраструктуры, почему мы так глобально сегодня сформулировали тему. Дело в том, что, на мой взгляд, сегодня происходит очень интересная ситуация. в мире IT-инфраструктуры, вот, дата-центров. Дело в том, что вот практически все, что мы сегодня, как мы сегодня строим современный дата-центр, практически все это было придумано 20 лет назад. Но вот последняя версия протоколов оберченнел, действующая сегодня, это там, где-то начало 2000-х годов, первые годы, 2001-е, что ли. Сетевые системы хранения с начала 90-х. Вся вот эта вот сегодняшняя конструкция современных дата-центров, как мы ее привыкли видеть сегодня, она была создана 20 лет назад. Вспомните, что было 20 лет назад. Совсем мы жили в совсем другом ландшафте. Никакого интернета, никаких, никакого бигдейта, никаких машин-лёрнингов, ничего, всего этого не было. А за 20 лет очень многое изменилось. Появились новые задачи, появился интернет, появились новые способы решать эти задачи, появился новый софт. Объемы данных увеличились, не знаю, на пару порядков, если не на три. И тем не менее, сегодня мы продолжаем использовать классическую инфраструктуру, придуманную 20 лет назад. Честь и хвала, что она за 20 лет не устарела до непригодности. Да, сегодняшняя IT-инфраструктура работает и по-прежнему способна современные задачи решать. Факт. Тем не менее, очевиден вопрос, а можно ли по-другому? Вот времена развиваются, времена идут. И опять же, это интересная ситуация. Мы сегодня имеем дело с админами, которые фактически выросли. То есть за 18 лет выросло целое поколение. Фактически вся жизнь современных молодых админов прошла в окружении классической IT-инфраструктуры. Они ничего другого не видели. И зачастую мы знаем только ту IT-инфраструктуру, которую мы знаем сегодня. То есть отдельно серверы, где данные обрабатываются, отдельно СХД, где данные хранятся, и какой-то канал передачи данных между ними под названием Storage Area Network, для того, чтобы эти данные передавать от того места, где они хранятся, туда, где они обрабатываются и обратно. Можно ли по-другому? И помните, наверное, Ньютон сказал замечательную фразу о том, что все мы стоим на плечах гигантов, рассказывая о том, как он достиг своих результатов. И действительно это так. Ньютоникс в том, чем мы занимаемся, тоже стоит на плечах гигантов, потому что то, чем мы начали заниматься, первоначально появилось внутри крупных IT-интернет-компаний, таких, например, как Google, Facebook и Amazon, которые начали вот эту идею гиперконвергенции, которую сейчас Ньютоникс вывел на рынок, они ее начали разрабатывать внутри, как внутренний проект. И вот не зря вот этот красивый слайд, на который мы сегодня сейчас смотрим, он не зря здесь, потому что это дата-центр Google, где-то в Северной Каролине одна из стоек, там их сотни тысяч таких стоек. И на самом деле это очень характерный пример, с которого я бы хотел начать. Вот посмотрите на этот слайд и скажите мне, чего здесь, собственно говоря, не хватает. Ну так, для себя, поскольку микрофон у вас включен. На самом деле здесь нет систем хранения данных. Вот СХД, классических стоек, забитых дисками, здесь нет. При том, что, как вы знаете, Google гигантская компания по объему хранения, наверное, крупнейшая сегодня IT-компания в мире вообще. И по объему, и по ответственности хранения и так далее. Каким образом? Дело в том, что Google изначально, с самого своего начала, с своего рождения, взял курс на так называемый комодити-харгер. То есть железо, не брендированное, не специализированное железо общего применения. И это действительно так. Потому что Google берет стандартную x86-платформу, а дальше поверх этой x86-платформы у него крутится некий софт. И, собственно, вот эта софтверная часть, вот эта программная часть, она, собственно, и реализует все, что Google делает. У Google нет никаких специализированных устройств обработки, хранения и так далее. Все, что они умеют, это стандартная x86-платформа. Полностью софтвер-дефинит дата-центр. Вот можно говорить сегодня, что Google сегодня это софтвер-дефинит дата-центр. Самый, наверное, большой сегодня. Итак, с нашей точки зрения возникла серьезная потребность современно переорганизовать сегодняшний дата-центр. Поэтому, с нашей точки зрения, опять же, повторяюсь, с точки зрения Nutanix, современный дата-центр – это полностью программно определяемый. Почему? Прежде всего, конечно же, ну, все традиционные админы, которые пришли, скажем так, из классической парадигмы, они убеждены, я тоже был таким, убеждены, что аппаратное – это хорошо, программное – это плохо. И да, и нет. Потому что у софтверного решения, у программно определяемого решения есть один очень большой плюс. И на сегодняшний день он определяющий. Дело в том, что софтверное решение легко модернизировать, легко обновлять, легко масштабировать. То, что, к сожалению, аппаратная часть, аппаратное решение не работает. И классический пример того, что такое, в чем выигрывает софтвер Defined относительно Hardware Defined – это, конечно же, печальная история систем хранения HPL, которая, когда она была создана там в середине-конце 90-х годов, это была прекрасная система. Но потом она не обновлялась практически полностью, она устарела там к началу, к середине 2000-х, она устарела просто морально. И ушла просто потому, что она оказалась, что она не может конкурировать с более новыми, более быстрыми системами, в которых появились новые вещи. Там синт-провиженинг, там дедупликация, компрессия и так далее. Все эти новые вещи оказалось невозможно реализовать на классической системе хранения вот аппаратной, да, с фасиками, как это называется. Вот. Тоже, примерно, та же самая история в случае современного дата-центра. Программная реализация новых возможностей – это прежде всего эти новые возможности быстро добавлять и обновлять ваш дата-центр просто на ходу и масштабировать его. Итак, поэтому полностью программно определяемый, использующий комодики железо дешевое и так называемое приложение центрической архитектуры. То есть, для бизнеса сегодня важны приложения, не инфраструктура дата-центра, а именно его приложение. Поэтому ориентация на приложение и вот то, что сегодня мы здесь в России, я думаю, в Украине, в Грузии и так далее. Может быть, чуть-чуть чем-то отличается, но у нас, например, в России, у нас совершенно не играет публичное облако. Вот то, что в Америке все сегодня говорят про публичные облака, про Амазон и так далее, в России не работает совершенно. Никто не слушает. Поэтому, тем не менее, это наше будущее. И то, что сегодня бизнес уходит в облачные структуры, это тоже такая вот особенность вот этого приложения центрической архитектуры. Для бизнеса важны его приложения, а не то, на чем это работает. Оно, свои приложения, может перенести в облако, сэкономить какие-то деньги, увеличить надежность и так далее. И именно это важно. Итак, что мы видим сегодня на рынке? Во-первых, как я уже сказал, мы видим в Nutanix, мы видим, что есть некий спрос, большой спрос на единую операционную среду. Ну, в оригинале используют слово операционная система, в английской версии этого слайда. Ну, чтобы не путаться, операционная система – это как Windows, Linux и так далее. Но для нас существует такое понятие операционная среда, то, где мы работаем, где работают наши данные, где то, что исполняет наши задачи. И с нашей точки зрения сегодня есть нужда, есть потребность на рынке некой единой операционной среды, которая будет работать как на частных облаках, как на оборудовании, стоящем у вас в дата-центре, так и на облачных сервисах, то есть на внешних каких-то ресурсах. И мы видим такую своеобразную схему, которая часто называется гибридным облаком. То есть когда у вас есть ваши сервисы, ваши задачи, ваши данные лежат у вас, а также частично используются какие-то внешние ресурсы. И все это вместе управляется неким единой системой управления, единой операционной средой. При необходимости вы можете ваше приложение туда-сюда мигрировать. Это, видимо, будущее современного IT. Сегодня Notanix занимается не только платформой. Поэтому когда мы говорим о Notanix или о SyncG LHX, мы говорим не только об аппаратной части. SyncG LHX – это не только самая нижняя часть вот этого приведенного слайда. Так же, как сегодня VMware, сегодня не только компания, производящая гипервизор, так же и Notanix сегодня не только компания, производящая гиперконвергентную платформу. Мы не только и не столько разработчики платформы, сколько разработчики большого стека Enterprise Cloud. И об этом мы чуть подробнее, я сейчас вам расскажу о каждом отдельном пункте. Более того, вот был сегодня, значит, когда мы создавали вебинар, был вопрос, а что изменилось там с 2017 года? Очень много что изменилось с 2017 года. Прежде всего, это то, что мы большими шагами движемся в сторону софтверной компании. Мы всегда говорили, что мы софтверная компания, и наши клиенты всегда спрашивали, ну, подожди, как софтверная компания, если вы продаете программно-аппаратный комплекс, вы продаете железки сервера. На самом деле, мы все дальше будем уходить в сторону софта и все больше разрабатываем разнообразного софта, работающего на гиперконвергентной платформе. Прежде всего, мы разделили все наши продукты на три основных сегмента. Один называется Nutanix Core. Это, собственно говоря, вот ядро, так вот, как оно и есть, ядро. Nutanix Essentials – это некие дополнительные возможности, устанавливаемые на это ядро, расширение этого ядра. А Nutanix Enterprise – это целый спектр решений, которые частично в вашем дата-центре, а частично в облаке, во внешнем дата-центре. Например, примерно года два назад мы начали разрабатывать продукт, который называется Zai. Американцы говорят его Zai, китайцы бы назвали Zai по их способу читания, транскрипции. Поэтому вот этот самый Zai – это наше облако, которое работает на платформе Google Cloud Platform. Мы, значит, в данном случае сотрудничаем с GCP, это третий после Амазона, Ажура, значит, третий после них крупный облачный провайдер глобальный. И на платформе Google Cloud у нас есть предложение разнообразных сервисов, которые работают там. Ну, например, ZaiLib – это арендуемый DR-центр в публичном облаке. Его можно арендовать и развернуть в DR-инфраструктуру в облаке и использовать ее там, оттуда при необходимости. ZaiFrame – это нонперсистентные дисктопы, которые можно брать из облака и использовать их просто в браузере. В том числе с графически ускоренной, в том числе всякие специализированные системы и так далее. Это вот, скажем так, software-as-a-service предложение. Поэтому я не буду слишком подробно об этом всем останавливаться, потому что там практически про каждый из этих продуктов можно рассказать отдельную презентацию. Ну, например, Buckets – это наше объектное хранилище. Очень много сейчас пользователей интересуется понятием объектного хранилища. Carbon – это наша реализация, сертифицированная реализация Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes кластеров для DevOps, для разработчиков и так далее. Поэтому Nutanix сегодня софтвердная компания и будет становиться все более софтвердной компанией. В чем в этом случае, в чем большая выгода и в чем преимущество для, например, Lenovo? Дело в том, что сегодня и так у нас довольно большой сегмент нашего бизнеса – это бизнес наших IEM. Наверное, не секрет, это не тайная информация, если я скажу, что примерно треть нашего бизнеса сегодня – это бизнес через IEM. Прежде всего, в Америке это прежде всего Dell. На странах бывшего СССР, то есть СНГ плюс Украина – это Lenovo. Так исторически сложилось. Мы здесь гораздо более активны с Lenovo. Поэтому IEM и Lenovo – это наш большой, важный, важная часть нашего бизнеса, которая будет в дальнейшем только расти. Мы будем все меньше заниматься нашими железками и все больше заниматься софтом и отношениями с нашими IEM. Поэтому Nutanix сегодня софтвердная компания, которая гораздо больше, чем просто Hypervisor, чем больше просто Prism, чем больше просто AOS. Так же, как сегодня VMware – это не только ESXi, а очень много чего, целый большой стэк, так сегодня Nutanix – это большой стэк разнообразных приложений. Итак, что, как выглядит сегодня современный дата-центр с точки зрения Nutanix? Основа его – это гиперконвергентная платформа. Это то самое, с чем на рынок изначально в 2011 году пришел Nutanix. Это некая идея, что мы можем объединить серверы, хранилища и систему защиты данных в некое единое целое, избавиться от цен, от NES и сделать такой кубик современного дата-центра. Это основа для нашего дата-центра. Дальше поверх этого всего работает виртуализация. Современный дата-центр, наверное, практически всю, в значительной степени – это виртуализованные нагрузки. Практически все популярные гипервизоры на Nutanix работают. На Nutanix и на Lenovo ThinkoGL-HX работают все популярные гипервизоры. Это VMware висфера. По-прежнему около 60% наших пользователей – это клиенты VMware висфера. Это нормально. Microsoft Hyper-V, Citrix Xen Server, все меньше, но, тем не менее, все еще есть для некоторых нагрузок, связанных с VDI. Кроме этого, у нас есть свой собственный гипервизор, который называется AHV – Acropolis Hypervisor. Это производительный, безопасный, на открытом исходном коде гипервизор, базирующийся на исходном коде Linux-KVM. Это такой открытый продукт, который многие сейчас используют. Мы его взяли и накрутили вокруг него интерпрайзный гипервизор. Примерно с Vanilla-KVM, AHV соотносится примерно как ESXi и висфера. То есть, KVM – это гипервизор, а AHV – это большой интерпрайзный гипервизор, включая систему управления, автоматизацию и так далее. Чуть попозже об этом, еще несколько слов, чуть попозже. Далее. Разнообразные платформы и инфраструктурные сервисы, такие как, например, файловое хранилище, объектное хранилище, управление базами данных и так далее. Идея, которую мы называем One-Click Operations, то есть некий простой и понятный и удобный интерфейс управления. В Nutanix этот интерфейс управления называется PRISM. Это если проводить аналоги с висферой, это аналог, скажем так, V-Center. V-Center плюс V-Realize Operations плюс V-Realize Automations. Далее. Сетевая среда, виртуализация и защита виртуальной сети – это становится все более важным предметом. Так, например, как вы знаете, висфера очень активно сейчас, VMware очень активно занимается этим вопросом в продукте, который называется NSX. Вот Nutanix Flow – это такой наш аналог NSX, работающий на HV. Это микросегментация, автоматизация, визуализация сети. Система автоматизации, развертывания приложений и вообще жизненного цикла приложений – это наш продукт, который называется Calum. Это облачный оркестратор, который работает на вашей инфраструктуре, позволяет разворачивать приложения и сервисы как в среде Nutanix, так и в публичном облаке. Наконец, нативные облачные сервисы – это вот тот самый Nutanix Zai, о котором я чуть выше говорил. Его, к сожалению, он сейчас представлен в Америке. Я думаю, что в этом году, в 2019 году, мы развернем инстансы этого облака Zai в Европе. Пока не в России, пока не в Украине, но я думаю, что в Европе в ближайших дата-центрах, допустим, для той же самой Украины, будет в Германии, к примеру. Простите. И, опять же, разнообразные сервисы, связанные с так называемым мультиклауд, с возможностью управлять разнообразными облаками, гибридными облаками. Опять же, наш Calum-оркестратор и разнообразные софтверы, сервис-приложения, такие как BIMO. Таким образом, сегодня то, как мы видим сегодняшний дата-центр, если раньше мы на этот дата-центр смотрели с точки зрения сервера, SHD, системы передачи данных, сеть и так далее, то сегодня мы смотрим на него несколько с другой стороны. У нас есть микроаппаратная платформа, очень простая, такие кирпичики, кубики, и поверх него надстроена софтверная часть, которая предоставляет сервисы для приложений. Поэтому сегодня дата-центр нового типа, как мы его видим сегодня, это выглядит следующим образом. Мы уходим от классического подхода сервера SHD и сеть передачи данных. Вместо этого мы заменяем вот эту часть инфраструктуры, которые вы видите на экране, на стандартные модули, кирпичики хранения и обработки информации. Это важно понимать, потому что часто мы в классическом подходе к дата-центру мы рассматриваем данные как некие две сущности. Во-первых, это сущность, которую нужно хранить, и мы их кладем на SHD. И это сущность, которую надо обрабатывать. И эту сущность мы обрабатываем в сервере. Вот с точки зрения нутальникса, с точки зрения гиперконферкетной среды нет такого двух сущностей информации, нет двух липостасей информации. Есть некая общая информация, которая хранится и обрабатывается одновременно. Поэтому при необходимости эти кирпичики лего надстраиваются. Вы можете соединять любое количество подобных модулей и строить любой сложностью дата-центр, любой конфигурацию, любой мощности. Вот эти кирпичики, они бывают как кирпичики лего, они все разные формы. Поэтому поверх этого по-прежнему работает какой-то гипервизор, приложение. И приложение фактически, вот с вашей точки зрения IT-инфраструктуры, сегодня есть платформа и приложение. Мы убираем всю сложность вот этого классического подхода, когда у нас есть отдельно сложная конструкция из серверов SHD. Как это сделано? Практически это сделано все довольно остроумно и просто. У нас есть x86-платформа. Например, это платформа Lenovo. В данном случае на слайде показана наша платформа высокой плотности. В два юнита упаковано четыре сервера. Каждый из этих серверов, вот из этих четырех модулей, таких микроблейдов, это фактически автономный, отдельный автономный сервер платформы X86. Стандартный, абсолютно стандартный. Спереди, это вот задняя часть сервера, спереди у нас жесткие диски вставлены, просто как, не без SHD, а просто как физические диски вставлены, которые подключены в SAS-контроллер, находящийся вот в серверах. Поэтому вот оранжевым выделено, выделено один модуль, один сервер фактически. Этот сервер выглядит очень просто. Там есть процессор, память и жесткие диски. Жесткие диски подключены в CAS-контроллер. Есть SSD, есть HDD. И поверх этого всего стоит стандартный бариметал-гипервизор. Неважно какой. Это может быть, допустим, ESXi, это может быть Linux-KVM, это может быть Windows-HyperV, неважно. Поверх железа работает бариметал-гипервизор. И гипервизор видит процессоры памяти, но не видит жесткие диски. Дело в том, что жесткие диски физически, как SAS-контроллер, проброшены внутрь специальной виртуальной машины, которая называется контроллер VM или CVM. Вот, собственно, CVM есть то, чем занимается Nutanix. Nutanix – софтверная компания. Мы пишем софт. Этот софт находится внутри контроллер VM. Все, что работает на X86-платформе, которую мы не трогаем, мы не заменяем. Поэтому мы очень легко переходим, допустим, создаем новых IAM-партнеров. В данном случае вот Lenovo, который делает хорошие сервера X86. Мы замечательно на них можем поставить нас как софт и получить готовое решение. Поэтому гипервизор видит процессоры памяти, но не видит жесткие диски. Жесткие диски методом PCI Express PassFru проброшены внутрь контроллера VM. И контроллер VM, операционная система внутри контроллера VM видит жесткие диски как физические устройства. Что дальше? Дальше получается интересная ситуация. Мы можем объединять нужное количество, неограниченное количество подобных модулей, подобных серверов со встроенными жесткими дисками в некую конструкцию, в некий кластер, как мы его называем. Минимальная конфигурация у нас три ноды, три узла. А дальше можно наращивать по одному узлу, сколько угодно далеко. Вот стрелочка Scale, она уходит в бесконечность. У нас нет ни одного архитектурного ограничения, которое бы позволило наш кластер ограничивать сверху. То есть минимальная конфигурация у нас три, но там есть маленькая серая звездочка, потому что у нас есть конфигурации из одного и двух узлов, но это специальное применение. Но можно говорить, что минимальная конфигурация три, а дальше бесконечно много. Внутри каждого сервера работает контроллер VM, гипервизор и контроллер VM, который осуществляет организацию дискового ввода-вывода для пользовательских виртуальных машин. Между собой все эти контроллеры VM соединены. Соединяем мы их по 10-25-40-100 гигабитные магистрали. В зависимости от того, какая задача и какие возможности есть у пользователя, у нас есть в каждом сервере стоит двухпортовая 10-габитная карточка, 10 и выше, с помощью которой можно все эти контроллеры VM соединять между собой. И они соединены общей сетью, и с помощью этой общей сети осуществляют внутреннюю синхронизацию внутренней кухни-кластера. То, что вот пунктиром обведено и обозначено DSF, это называется Distributed Storage Fabric, распределенная фабрика хранения, а раньше мы ее называли NDFS, Nutanix Distributed File System. Собственно, это оно и есть. NDFS – это кластерная распределенная файловая система, развернутая поверх физических жестких дисков. Каждый из этих дисков локальный, но при этом все они объединены общей кластерной файловой системой в некий общий массив, который виден всему кластеру целиком, всем виртуальным машинам, которые в кластере работают. Что на самом деле подобное хранение дает практического? Я бы немножко здесь хотел бы отвлечься от общей презентации и немножко в техническую сторону уйти, потому что для меня, как для техноряка, для инженера это кажется достаточно важным и что мы часто недооцениваем. Дело в том, что почему сегодня, с нашей точки зрения, сен-стораджи фактически подошли к конечной стадии своего развития. Дело в том, что сегодня мы видим процесс убийства сен новыми быстрыми устройствами хранения. Дело в том, что когда сен изначально, в начале 90-х годов, рождалась как идея, идея была очень понятна и красивая. У нас есть толстая труба к дискам, которая толстая, и мы считали, что мы ее никогда не исчерпаем. 400 тысяч опсов с канала Фаберченл элементарно снять. При этом на другом конце трубы у нас были жесткие диски, каждый из которых давал там 100, 120, 150 и опсов, даже не 1000, и опсов отдельно, 150 операций в секунду. И мы считали, что исходя вот из этого вот подхода, что у нас есть толстая труба и маленькие, не очень быстрые диски, что мы никогда эту трубу по производительности ввода-вывода никогда не исчерпаем. Сегодня это уже не так. Как вы знаете, сегодняшние ССД запросто могут дать там десятки тысяч опсов, сравнительно небольшой, небольшой емкости ССД могут там давать там 90, 80, 90 тысяч опсов. Это очень простой способ исчерпать этот канал. И поэтому, если вы сегодня посмотрите на то, как современные какие-нибудь системы хранения данных, типа Pura, например, работают, или там нетапы, как они работают с ССД, с быстрыми NVMe дисками и так далее, вы увидите, что практически все они пытаются работать с ССД как с локальным сторожем. Вот это вот NVMe overfabric, это по сути работает через HDMI, через прямой доступ к памяти сервера. И в этом смысле гиперконвергенция просто делает следующий важный шаг. Окей, если мы сейчас работаем с удаленными дисками, как с локальными, как мапируя их в память, то почему бы просто не перенести их в память, почему бы их просто не сделать локальными дисками. И поэтому, когда, к примеру, компания Micron, разработчик 3D Crosspoint, то, что сейчас Intel выпускает под названием Intel Optum, показывает в своей презентации вот такой вот слайд и рассказывает, почему важно для 3D Crosspoint технологии работать рядом с процессором, потому что это маленькие задержки, потому что 3D Crosspoint, Intel Optum, главная его выгода в том, что он очень-очень быстро обрабатывает операции. Именно для этого они считают, что подобные технологии должны находиться непосредственно в самом сервере, непосредственно на шине процессора. И появляющиеся, вот уже в прошлом году появившиеся первые продукты, которые называются Storage Class Memory, это память, персистентная память, которая находится внутри сервера, фактически как на процессорной шине. Это вот с точки зрения Nutanix, это как раз очень хорошая поддержка для нашей технологии, потому что гиперконвергенция, главная особенность гиперконвергенции в том, что наше хранилище находится рядом с процессором. Данные хранятся там же, где они обрабатываются. У нас нет длинного пути к дискам, а это на самом деле страшная вещь. Документ заскриншотченный прямо с сайта Хьюлит Паккарда, я подозреваю, что сейчас он уже, наверное, изменился, но не удивлюсь, если он до сих пор в таком виде лежит. Хьюлит Паккард для HP 3 пара, хорошая система хранения классического вида, рекомендует сайзить SSD, исходя из, как вы видите, четырех тысячи опсов. Один SSD, четыре тысячи опсов. Я думаю, что если вы знакомы с классической системой хранения, с классическими системами хранения, и знаете, каким образом там сайзится SSD, я думаю, вы не будете спорить, что примерно так вот, три, четыре, пять тысячи опсов сегодня в классических СХД приняты SSD сайзить. Интересный вопрос, а сколько, собственно говоря, SSD, если вот его вынуть из системы хранения и поставить в сервер, и обращаться к нему как к локальному устройству, сколько может современный SSD дать и опсов с точки зрения ВДВ? Вот, например, тот SSD, который используем мы у нас в Nutanix, это самсунговский интерпрайзного класса SSD, Samsung SM883, если я правильно помню, у него паспортная его, собственно говоря, производительность около 90, 85-90 тысяч опсов. При этом тот же самый SSD Хьюлит Паккарт предлагает сайзить исходя из четырех тысяч опсов. Куда девается разница? Разница значительная между 80 тысячами и 4 тысячами. А вот туда, а вот она как раз девается именно в latency. Дело в том, что SSD, находящийся во внешнем хранилище, к нему идет довольно длинный и полный разнообразных задержек по дороге, путь для каждого блока данных, который мы на него пишем. У нас есть операционная система, приложения операционной системы, буфера операционной системы, буфера ХБА, свитч, буфера в свитче, буфера на входе в СХД, кэш СХД, на конец диск. И обратно то же самое. Если у вас приложение, не дай бог, однопоточное, не дай бог, в синхронном режиме работающее, то есть ожидающее ответа от СХД о каждом записанном блоке, а такие приложения, к сожалению, есть, все это будет очень и очень медленно. В этом смысле гиперконвергенция резко выигрывает, в том числе за счет производительности, просто за счет того, что у нас гораздо короче путь к данным, мы работаем с дисками как с локальным устройством. Это очень выгодно. Очень выгодно. Что мы имеем в результате? В результате мы имеем масштабируемую, модульную, распределенную архитектуру современного дата-центра. У нас есть платформы, на которых, которые являются стандартным X86 сервером, без СХД. У нас есть гипервизоры на каждом, на каждом сервере. У нас есть виртуальные машины, работающие на этом гипервизоре. Вместо того, чтобы городить доступ к внешним сторожам, у нас есть локальные диски, объединенные в кластерную файловую систему, в распределенную защищенную фабрику данных. На каждом хосте, на каждом гипервизоре, на каждом сервере у нас работает CVM, контроллер VM, обеспечивающий всю работу, всей кухни вот этой нашей распределенной кластерной файловой системы. И все это вместе объединено через top of Rx switch, комбутатор, находящийся на стойке. Все эти ноды, все эти сервера включены в этот switch и по сути являющиеся таким единым, единым, таким стойкой дата-центра. Сегодня Nutanix подходит для практически любых задач приложений современного современного бизнеса. Когда-то, когда я, вот я работаю в Nutanix с 2014 года, и в 2014 году, в 2014-2015 году, когда я начинал рассказывать эту презентацию, она выглядела по-другому немножко, но тогда я обычно рассказывал, вот смотрите, гиперконвергенция годится для почти всего, за исключением. И дальше был небольшой список того, где Nutanix не работает. Теперь этот список сократился буквально до одного пункта вот за прошедших четыре года. Наверное, гораздо проще сказать, где Nutanix сегодня не работает, где вот сегодня не играет. Nutanix не играет для холодного хранения, очевидно, потому что просто хранить данные, ну, например, архивы, бэкапы, ну, не бэкапы, не активные бэкапы, а именно вот которые, знаете, архивные, которые вы сложили и положили, даже для этого сегодня Nutanix использовать можно, но это не его, скажем так, сильная сторона. Вот сейчас можете, кастомеры заткнуть уши, как мы с Оксаной договорились, а партнеры, значит, можете меня внимательно слушать. Дело в том, что есть области, куда Nutanix продавать легко и просто, а есть области, куда Nutanix вы не сможете продать. Вот. Продать его под архивное хранение достаточно непросто. Это дорого. Дорого с точки зрения затрат. Пользователю гораздо дешевле будет взять какие-нибудь дешевые дисковые полки и хранить там, не знаю, архив видеонаблюдения каких-нибудь, да, или еще что-нибудь такое же. Поэтому сегодня Nutanix не играет в области холодного хранения, хотя у нас вот с появлением объектного хранилища, умеющего Worm, умеющего Redonly Storage и так далее, может быть, это все изменится, и может быть тогда в этом случае у меня даже и одного пункта того, где Nutanix не играет, больше в моей презентации не будет. Изначально мы, наше основное направление это виртуализованные приложения. Сегодня Nutanix работает практически для любых задач, которые в сегодняшнем интерпризе есть. Изначально мы начали в 2011 году, когда мы появились на рынке, мы работали, прежде всего наши первые клиенты были это приложение VDI, это виртуальный десктоп. И мы даже пару лет были лучшим продуктом VMworld по этому направлению, и до сих пор мы, это значительная часть нашего бизнеса, это бизнес VDI. Например, примерно 25% наших клиентов это клиенты по VDI. Но примерно 50% сегодня наших клиентов это клиенты тяжелых баз данных, это интерпризные приложения, прежде всего это Oracle, MSSQL Server, SAP и так далее. Мы где-то примерно два года назад были сертифицированы SAP-ом под SAP Netweaver и с прошлого года, с сентября прошлого года мы сертифицированы под SAP HANA. Причем в этом смысле как раз с Lenovo очень интересно, потому что с Lenovo мы довольно активно работаем именно по направлению SAP. Примерно 25 оставшихся процентов наших клиентов это клиенты разнообразных частных облаков, Big Data и вот этого направления. Поэтому можно говорить, что виртуализованные приложения это по-прежнему наш большой сегмент, основной сегмент нашего бизнеса. Далее. У нас довольно здорово за последний за 18-й год довольно здорово развивалось направление под названием сервис охранения данных. Это направление того, что мы называем Software Defined Storage. Во-первых, у нас появилось довольно давно уже пару лет у нас есть свой собственный НЭС кластерный распределенный файловый Storage. Конкурент, наверное, для кластерей Data OnTap или для какого-нибудь EMC-осевого, например. Кроме этого, с весны этого года, вот сейчас, видимо, выходит как раз релиз выходит именно сейчас, у нас есть объектный Storage, то есть классический объектный Storage, совместимый с Amazon S3. Очень большой спрос сегодня на это направление. Кроме этого, у нас есть блочный Storage. Вы можете использовать Nutanix как Software Defined Storage, как Software Defined хранилку для внешних невиртуализованных приложений. Например, у вас есть пользователь, у которого есть какой-нибудь Oracle на железе, на физическом, еще не дай бог, какой-нибудь Nix86, какой-нибудь Spark, и вы хотите перенести все в среду Nutanix, но вот не трогайте физические сервера. Они работают с каким-нибудь дремучим, не знаю, Clorion каким-нибудь MSC, который тоже хотелось бы уже наконец выкинуть. В этом случае есть прекрасный вариант. Вы можете перенести все сервера приложений, весь ландшафт, ЦАПовский, например, перенести его в Nutanix, где он прекрасно будет работать, а какие-нибудь критичные базы данных, которые пользователь не хочет уносить с физических серверов, вы можете оставить на физических серверах, просто подключив их как к Nutanix, как к софтверной хранилке. Это возможно. Мы отдаем наружу iSCSI LUNY по 10-ти габитному интерфейсу, мы отдаем наружу производительную кластерную файловую систему, например, SMB2.1, SMB3, NFS3, 4, распределенную кластерную, single main space, все как полагается. И, наконец, мы наружу отдаем объектный storage, совместимый со стрим. Кроме этого, у нас довольно здорово развивается в последний год направление под названием облачные сервисы контейнеризованные приложения. Все, что связано с базвордами Kubernetes, Docker, Ansible, Chef, Jenkins и так далее, это все отдельное направление, быстрые разработки, быстрого деплоймента. С этим у нас тоже есть что рассказать. Это достойно отдельного рассказа, поэтому мы сегодня на этом особенно останавливаться не будем. Но вот основные направления сегодняшнего Nutanix это виртуализованные приложения, сервисы хранения данных, это файловый, блочный, объектный storage, это контейнеризованные приложения и облачный интерфейс, облачные взаимодействия. Итак, приближаемся к финалу. Что бы я хотел, чтобы вы вынесли сегодняшней презентации? Помните, да, в фильме про Штирненца говорилось, что люди запоминают только последние две фразы, которые вы произнесли в разговоре, поэтому я бы хотел, чтобы вы вынесли сегодняшнего разговора, поэтому резюмирую то, что я сегодня рассказывал. Nutanix это ядро, которое в ядре которого находится наш собственный гипервизор. У нас есть поддержка и для висферы, у нас есть поддержка и для Hyper-V, но прежде всего у нас есть свой собственный гипервизор, бесплатный, с открытым исходным кодом, бесплатный для пользователей онтаникса, встроенный, он у вас в любом случае есть, даже если вы используете висферу, вы можете завтра отказаться от висферы и использовать наших бездоположенных денег. Встроенный производительный гипервизор с открытым исходным кодом, базирующийся на базе Linux-KVM, со встроенными средствами управления и мониторинга, безопасный, включенный в продукт бездоположенных денег. Наш облачный оркестратор, который тоже есть и тоже включен по умолчанию, он стоит дополнительных денег и лицензируется по виртуальным машинам, которые вы им разворачиваете. Там есть бесплатный кир, который вы можете пользоваться прямо вот так, как готов на 25 виртуальных машин, вы можете посмотреть, как это работает. Это полное управление жизненным циклом приложений, это сервисы самообслуживания, которые позволяют вам построить частное облако внутри вашей компании, это возможность создавать магазины приложений, как будто вот это прямо App Store в каком-нибудь вашем айфоне, это оркестрация ваших приложений, ваших сервисов на разнообразных облаках, в том числе на личном облаке, в том числе на вашем частном облаке, который вы будете делать на Nutanix. Nutanix.flow это наш аналог в январе NSX, под множество того, что делает NSX, это встроенная виртуальная сеть без использования верлеев, без VXLAN, это визуализация сетевой структуры, микросегментация сети, обеспечение защиты вашей внутренней, большой внутренней виртуальной сети от, скажем так, от несанкционированного доступа и сегментирования вашей цепи для того, чтобы определенные группы приложений видели только определенные другие приложения. Об этом тоже достойно отдельного рассказа, поэтому я слишком подробно не буду останавливаться. Основное направление это аналог в январе NSX, дешевле, чем NSX, кстати сказать. PRISM это наша система управления мониторингом, простой, встроенный интерфейс без Java, без флеша, работающий на чистом HTML5, работающий в любом современном браузере, в Safari на iPhone, в Chrome на PC и так далее, на Mac, как угодно. Все управление Nutanix можно осуществлять либо через GUI, либо через командную строку, для того, кому удобнее работать в командной строке, либо через Portshall команды, например, для Windows админов, либо через API, который у нас встроенная и значительная часть Nutanix, практически весь Nutanix можно администрировать через вызовы API, таким образом интегрировать Nutanix в какую-то, допустим, внешнюю систему. Если у вас, к примеру, строится частное облако на базе какого-то либо самописанного решения, либо OpenStack, мы можем интегрироваться с подобными решениями через наш API. Управление инфраструктурой простое. мы не зря, я в самом начале упоминал One-Click Operations, ну, чаще всего это не один клик, ну, там, два, три, четыре клика, окей, окей, дальше. Но, когда мы рассказываем про то, что Nutanix это просто управляемая, просто администрируемая система, тут есть, как бы, одна очевидная вещь, это просто админом научиться просто, просто научиться управляться. Но, кроме этого, еще очень важный аспект, который часто недооценивают. Дело в том, что простота управления это в том числе снижение рисков. Очень часто сложное администрирование, сложное управление ведет к тому, что повышается риск ошибок. Простая инфраструктура гораздо, в простой инфраструктуре гораздо меньше возможности ошибиться и что-нибудь сломать. Поэтому, с нашей точки зрения, упрощение управления инфраструктурой в том числе ведет к снижению риска ошибок управления. Сегодня Nutanix это свобода выбора для пользователя. Ну, поскольку мы сегодня говорим про Lenovo, я не буду слишком долго останавливаться на то, что мы работаем на разных платформах. Я искренне совершенно не лукавя. Могу сказать, что Lenovo отличный наш партнер. Если вы работаете с Lenovo, работайте с Lenovo, SYNCG LHX прекрасный продукт. Но кроме этого Nutanix есть на других платформах. Если у вас, допустим, так получилось, что у вас есть отношения с каким-то другим вендором, вы можете работать с ним. Еще раз повторяю, в СНГ, в странах бывшего Советского Союза, мы исторически так получилось, мы работаем с Lenovo, общайтесь с Lenovo, они прекрасные ребята, делают отличный продукт, могу их с чистой совестью рекомендовать. Это свобода выбора гипервизора. Вы можете взять, допустим, VisFerum, заплатить денег, использовать VisFerum. Вы можете заплатить чуть меньше денег, использовать Microsoft HyperV. Вы можете не платить совсем денег и заплатить только за Nutanix и получить наш собственный гипервизор, который хорошо работает. у нас примерно 35, я думаю, что уже ближе к 40% наших клиентов сегодня это клиенты Nutanix, Nutanix и HV. Это любое облако. Мы работаем как с Amazon, с Azure, Google Cloud Platform, наше собственное облако. Вы можете строить гибридное облако, взаимодействие как с локальными сервисами, так и с внешним публичным сервисом. И совсем завершение буквально несколько там, четыре слайда о компании. Как компания мы образованы в 2009 году, продукт у нас появился в 2011 году, мы вышли на IPO, мы публичная компания, наверное, единственная сегодня публичная компания в сегменте гиперконвергентных систем, но если не считать Хьюлитт Паккарт, у которого гиперконвергенция это только маленькая часть его бизнеса или, допустим, циска, мы, наверное, единственная такая большая гиперконвергентная платформа, компания, выпускающая платформу. Вышли на IPO в 2016 году около 4300 сотрудников, 4500, последние данные, около 12000 клиентов по всему миру, это вот за всего лишь за каких-то вот считайте, ну, если считать, что у нас первый продукт появился в 2011 году, такой вот в том виде, как мы его видим сейчас, он появился в 2014-2015 году, ну, вот считайте, за это время у нас 12000 клиентов, причем не просто, то есть важно не столько само количество этих клиентов, сколько кто они. Сегодня 68 компаний из списка Forbes Global Store, сегодня клиенты Nutanix. Практически любая компания номер один в соответствующей вертикали клиент Nutanix. К сожалению, не обо всех о них можно рассказывать, не все они публичные эти кейсы, но, уверяю вас, вот номер один в каждой вертикали. О публичных кейсах можно посмотреть на сайте Nutanix, я думаю, Lenovo, у Lenovo тоже есть какие-то публичные кейсы, которые есть. Если говорить о бизнесе в странах СНГ и бывшего СССР, у нас есть клиенты, у нас очень хорошие продажи, очень хорошие клиенты в Азербайджане, например, это наш прямо флаг сейчас по всем этим странам, Казахстан, недавно появились клиенты в Беларуси, в Украине, начинается бизнес в Грузии, есть клиенты в Армении, но вот при том, что, я же говорю, мы фактически в России, мы появились в 2014 году, примерно тогда же, в 2015 году мы начали бизнес в Казахстане и Азербайджане, поэтому это вот очень быстро развивается, если вы в какой-то момент успели моргнуть и отвлеклись от того, что происходит сегодня на рынке, на мировом рынке IT, вы, возможно, могли пропустить момент, когда гиперконвергенция стала вдруг таким вот, таким вот крупным бизнесом сегодня. Nutanix регулярно заказывает у компании IDC опрос наших клиентов и компания IDC от своего имени опрашивает наших клиентов по гиперконвергенции. Последний отчет был в августе 2017 года, примерно раз в полтора года мы его обновляем, перезаказываем, так что я подозреваю, что уже в ближайшее время выйдет новый отчет. Результаты в сравнении с классикой, то есть пользователи, которые перешли от классики, перешли в гиперконвергенцию, наши действующие пользователи. Как вы видите, вот такие результаты. Этот отчет есть, спрашивайте его либо у софт-прома, либо у Lenovo, либо у меня. Там как раз описана методика, как именно эти цифры были получены и кто именно там опрашивался. Снижение TCO, снижение стоимости владения. Nutanix, гиперконвергентная платформа обходится дешевле для компании. Снижается время простоев. Не помните, я вам не зря вам рассказывал про то, что простота управления это в том числе и снижение рисков неспланированных простоев, снижение возможностей отказов. Это более быстрый возврат инвестиций, быстрее окупается подобная инфраструктура за счет того, что она дешевле стоит с точки зрения эксплуатации и так далее. Спрашивайте этот отчет. Иногда, если вы, к примеру, там, не знаю, разговариваешь, разговариваешь, как их называют, пиджаки, вот с пиджаками удобнее разговаривать вот на таком языке. Если вам нужно аргументировать гиперконвергенцию перед людьми, выделяющими деньги или там перед руководством, может быть, вот подобный отчет заронит им в их консервативное мышление заронит, может быть, какой-нибудь скру интересного подхода. Слайд, конечно, больше относящийся к Nutanix, а не к Lenovo. У Lenovo, в случае платформы Lenovo у вас будет поддержка Lenovo, но вы должны понимать, что поддержка это в том числе как бы есть поддержка, условно говоря, у вас вышел из строя жесткий диск, это Lenovo, или там блок питания, Lenovo. А вот если что-то произошло на уровне софта, платформы, в этом случае Lenovo переправит это все к нам, и вот тут у нас хорошая поддержка, у нас в том числе поддержка в том числе на русском языке, я подозреваю, даже на украинском языке есть, потому что у нас там есть несколько русскоязычных украинцев, я подозреваю, что они умеют это говорить по-украински. Вот в Амстердаме, в нашем европейском центре техподдержки в Амстердаме у нас есть поддержка на локальных языках. Мы быстро и хорошо умеем поддерживать наши продукты. Более того, важно сказать, что Nutanix, техподдержка Nutanix это наши сотрудники. В отличие, например, от какого-нибудь Хьюлитт Паккарда или какого-нибудь IBM, мы не аутсорсим нашу техподдержку. Наша техподдержка это наши сотрудники. Частая проблема, когда, допустим, у вас официально время реакции час, два часа на ваш вопрос и через два часа вам действительно отвечает какой-то специалист по телефону. Вот. И выясняется, что этот специалист первой линии техподдержки в течение суток он вам рассказывает о том, что давайте перезагрузим компьютер, вот, не хотите ли вы выключить, обновить прошивки, выключить, включить вашу СХД, вот, в реальный случай. Вот. В случае Nutanix'а наша техподдержка это наши сотрудники, это наши инженеры, поэтому тот человек, который вам ответил через час на ваш заведенный кейс, через Lenovo заведенный кейс, это непосредственно человек, который будет решать вашу проблему. Это не первая линия техподдержки, отсорченная куда-то в индийский колл-центр. Нет. Это наши люди. Поэтому на этом мы с вами заканчиваем. Я надеюсь, что сейчас я зайду в чат и увижу там ваши вопросы. Вот. Задавайте вопросы, не стесняйтесь писать мне непосредственно на мой e-mail, который здесь указан. Я бы хотел вам также показать немножко интересных вещей, где можно интересную информацию посмотреть о Nutanix. Если вам интересно, как Nutanix работает с точки зрения под капотом, то, наверное, самый простой способ это... А видно мой экран, да, сейчас? Экран моего компьютера? Да, видно. Более того, видно. Да, да. Значит, во-первых, у нас есть сайт, который называется Nutanix biblia.com. Это очень подробный рассказ о том, как Nutanix работает под капотом именно с точки зрения шестеренок. Если вам интересно посмотреть, как Nutanix работает на уровне того, как это все устроено внутри, очень сильно рекомендую вот этот этот сайт, очень подробный, очень открытый рассказ о том, как все работает, все как устроено внутри. Для тех людей, кому удобнее читать на русском языке, у нас есть такой же сайт, который называется Nutanixbiblia.ru. Это сравнительно недавно выполненный перевод, хороший перевод на хорошем русском языке, того же самого, только на русском языке. Естественно, естественно, вот видео вставки и картинки мы не переводили, но если все остальное, здесь вот есть, например, рассказы на английском языке с вайтбордами и так далее. Вот. Если интересно, как работает Nutanixbiblia.ru, я на этом не совсем не останавливался, потому что, скорее всего, это просто скучно слушать на слух. Читайте, мы открыты. Кроме этого, у нас есть блок на русском языке, который называется blog.noutshall.ru. который веду я. Здесь можно посмотреть какие-нибудь новости, практические новости о том, как Nutanix устроен. Ну и, наконец, да, не стесняйтесь писать мне на почту, спрашивать ваши вопросы. Обсуждайте с нами ваши задачи, мы постараемся найти для вас подходящую конфигурацию. Часто я слышу сетование на то, что Nutanix это дорого. Это действительно не дешевое решение, конечно же. Для партнеров это выгодно. Опять же, кастомера закройте уши. Для партнеров это, безусловно, выгодно. Но в том числе вы должны понимать, тут кастомер можете открыть уши. Для кастомера на самом деле получают, конечные пользователи получают в итоге получают готовые дата-центры в коробке, в которые входят серверы, СХД, быстрые СХД, не забывайте, полфлэш-системы, сеть передачи данных, гипервизор, система управления этим гипервизором, система оркестрации, защиты сетевой части и так далее, и так далее, и так далее. Фактически, Nutanix это готовый дата-центр в коробке. Естественно, это стоит дорого, но помните, что данные зачастую дороже, чем то, что вы платите за платформу. Поэтому не стесняйтесь разговаривать с вашим партнером, не стесняйтесь описывать ему задачу, потому что очень часто мы в Nutanix можем ту же самую задачу решить гораздо более дешевым способом за счет того, что мы гораздо эффективнее работаем с нашим оборудованием. Хороший пример, например, из нашей практики. Компания ABNBF это так как голландские пивовары. Это пиво Балтика, пиво Хайникен, пиво, ну там у них сотни брендов на самом деле, огромная, крупная пивоваренная компания. мы зашли с Nutanix зашли в ABNBF через Россию, то есть именно российский офис впервые начал использовать Nutanix и сейчас мы активно пересаживаем глобальный офис и они глобально переходят на Nutanix, а проект начался в России. И начался он очень интересно, мы у них заменили 4 стойки оборудования, заменили на 5, на 6 юнитов Nutanix. представьте себе, не самое старое оборудование, просто там были большие СХД с большими дисками, которых было много, которых нужно было просто много шпинделей и так далее. Мы это все заменили на Nutanix просто потому, что Nutanix более эффективно работает с дисками, более быстро и фактически сегодня весь офис работает там 8-10 юнитов, весь офис ABNBF российский. после 4-х стоек оборудования. Мы можем быть дешевле, мы можем быть более эффективными, мы можем быть более современными, более защищенными. Не забывайте формулировать она вашу задачу, мы знаем, как задачу решить. Вопросы. Можно включить микрофоны, а можно написать вопросы в чат. если вопросов нет, учтите, для лектора, для докладчика отсутствие вопросов это такой тревожный знак. Это означает, что либо ничего непонятно, либо неинтересно. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, это всегда всегда планируется ли менять позицию по лицензированию, спрашивает Дмитрий Советский. Вопрос достаточно непростой. Дело в том, что у нас есть в данном случае есть два, две линейки. Одно Nutanix как Nutanix и второе Nutanix как Lenovo. Вот Nutanix как Lenovo, насколько я знаю, менять позицию по лицензированию не собирают, пока не планируют, по крайней мере не в ближайший год. А у Lenovo для FincaJLHX остается классический подход Nutanix который был до 2018 года. В этом смысле все очень удобно, уверяю вас, вот я как инженер Nutanix только за, чтобы это было так. Там очень простая схема лицензирования. Есть хост, на этот хост есть три версии, ну в случае Lenovo две версии софта, которые как у Windows называется Starter Pro Ultimate. Если я правильно помню, у Lenovo нету стартера, а есть только Pro Ultimate. Pro это некий набор фич, а в Ultimate просто все фич отключены по умолчанию, без ограничения. Поэтому есть хост, на него есть какая-то стоимость лицензии, эта лицензия есть в двух вариантах, Pro либо Ultimate. Есть два варианта уровня саппорта. Один называется Production, другой называется Mission Critical. У Lenovo та же самая история. Да, сразу отвечаю, да, можно получить на электронную почту презентацию мощную. Поэтому у Lenovo остается прежняя простая, легкая и легко понимаемая схема лицензирования. Есть хост определенной мощности, на него есть софт определенной стоимости, который есть в двух вариантах. Подешевле Pro, подороже Ultimate. Есть два варианта поддержки. Подешевле Production, подороже Mission Critical, который отличается временем реакции. Все. В этом смысле лицензирование Перхост и очень простое. Да, зарегистрированные участники получат презентацию. Но, да, я бы, конечно, всегда хотел, всегда говорю, что не забывайте, что презентация, она, то есть, я не все там в слайдах есть, все, что я вам сегодня рассказывал, вы должны понимать, что я не хочу, чтобы эта презентация ходила отдельно от меня. Поэтому, пожалуйста, ее не раздавайте за пределы нашего круга, наших 17 человек, которые подключились на нашу презентацию. Лучше приходите на следующий вебинар. Вот. Мы запросто можем сделать, например, какую-нибудь практическую, практическую, да, я понимаю, да, конечно, надо прочитать, посмотреть, подумать, безусловно, так. Вопрос. Если одна из нот устарела, используется скорее под холодный резерв, поддержка должен покупать как на весь кластер? Ну да, поддержка, конечно же, покупается на кластер. То есть, мы рассматриваем систему как кластер. То есть, мы ее на отдельном уровне. Да. Вот. То есть, поддерживается кластер, а не нот. Безусловно. Там вот еще интересный момент, на самом деле, с тем, каким образом у нас происходит обновление системы в случае, если меняются поколения, если одна из нот устарела, одна из нот или часть нот в большом кластере. Мы можем добавлять в имеющийся кластер узлы сервера разных поколений, в том числе на более новых процессорах. По вере того, как у нас обновлено, то есть, мы добавляем процессоры, ноды с новыми процессорами, но при этом пока у нас есть старые ноды, новые процессоры имеют ограниченный набор команд. Набор команд ограничивается самым старым процессором, который у нас в пластере есть. Поэтому вы можете, например, добавить это можно, вы добавляете новые ноды на новых процессорах, на новой платформе, после чего и все работает вместе, после чего, если вы удалите старые ноды из вашего кластера, в этом случае у вас весь кластер перейдет на новую систему команд, новых процессоров и тоже продолжит работать. Причем, все это происходит в онлайне без остановки работы. Поэтому, наверное, было бы оптимально, с моей точки зрения, если одна из ваших нод устарела, и она вот прямо совсем такая-старая, что вы ее совсем не используете, то лучше ее вынести в отдельный кластер. Кластер же можно иметь несколько, вы можете иметь отдельный кластер, допустим, под DR, можете иметь кластер под хранение резервных копий и так далее. Это можно. Значит, вопрос, вопрос был, да, значит, я ответил на ваши вопросы, в записи вебинара будет доступна, будет доступна презентация. Я, наверное, ее прямо в таком виде, в котором вам ее читал, отправлю. Обратите внимание, что здесь есть несколько слайдов, которые я не стал включать, но все любят показывать Гартнерский квадрант, конечно же, но я его не стал показывать, вы его и так видели. Там есть некоторые закрытые слайды, но там нет никакой секретной информации. Например, про то, что мы являемся, NASDAQ является нашим клиентом, сейчас работающим на Nutanix. Роман, я также попрошу вас включить ссылку на отчет IDC, поскольку многим будет интересно. Ну и скрытые слайды сейчас в записи, поэтому все, что скрытое, становится явным. Нет, я просто для того, чтобы сделать презентацию чуть покороче. Там нет никаких секретных информ, просто некоторые вещи, о которых я просто опустил, не стал подробно рассказывать про Nutanix.zai, про наш клауд-сервис и так далее. Это отдельные вещи, которые, может быть, уводят наш рассказ. Поэтому вы там нет ничего секретного, смотрите, конечно. Вот. Есть еще вопрос от в чате. в чате. Спасибо. Нет, неправильно. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что если мне необходимо добавить узел для повышения производительности под приложение, то я не получу желаемого результата. Нет, конечно. Смотрите, у вас минимальная конфигурация, три ноды. Дальше вы можете расширяться по одной ноде или там нужным количеством нод под необходимую задачу. К примеру, возникла у вас задача тяжелой базы данных. Вы добавляете ноду с большими, с малоядерными, но высокочастотными процессорами для того, чтобы сэкономить на лицензировании, для того, чтобы получить большую выгоду от баз данных. В этом случае ваше приложение, допустим, база данных, работает на этом узле и она, разумеется, получит всю необходимую производительность этих процессоров. Конечно же, да. Конечно же, добавленная нода будет работать на полной своей производительности. Это так. Поэтому, да, вы получите нужный вам результат. Я, скорее, говорил немножко о другой ситуации. Допустим, у вас есть кластер, в котором есть ноды старые-старые, допустим, какой-нибудь там E5, 2660 V1, например, процессор, да, и вы добавляете в него какие-нибудь процессоры Skylake сегодняшние. В них есть какие-то новые возможности, но мы не можем внутри одного кластера использовать ноды с разными наборами, с разными наборами команд на процессорах. В этом случае новая, новый процессор будет работать с набором системы команд, допустим, такой, Бродвелла, а не Skylake. Он будет работать, но, возможно, какие-то вещи будут не столь эффективны. Поэтому, если у вас стоит задача вот прямо выжать все, прямо все максимально, прямо все немедленно с вашего, допустим, нового процессора, мы рекомендуем вам после добавления новых процессоров мигрировать в старые виртуальные машины со старых нод на новые, после чего в старые ноды переводить на какие-то отдельные задачи в отдельный кластер. Да. Понятно. Отлично. Вопросы кончились. Отлично. Давайте останавливать, останавливать запись и не стесняйтесь написать мне в почту. Я отвечаю быстро. Вопросы кончились. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok